здравствуйте сегодня я вам покажу один большой но очень важный секрет как сделать так чтобы орхидейки выпускали у вас новые цветоносы новые корешки и новые листики а также активировали все боковые почки на орхидейках чтобы они у вас цели как мультифлоры хотя они таковыми не является я свои орхидеи держу более 10 13 15 лет в общем я давно этим занимаюсь и знаю все свои секреты как сделать так чтобы ваши орхидейки давали как можно больше цветоносов за свой многолетний опыт я наработала свои секреты ну и хочу конечно с вами поделиться хотя мой канал больше о пеларгониях но орхидеи я выращиваю как бы давно и редко показываю и показываю самые действенные рабочие схемы которые вот реально помогают вот это вот орхидея это даже не мультифлора но она может выпустить боковые побеги конечно существует множество средств чтобы сделать так чтобы орхидейки бешено цвели красиво цвели цвели были цветоносики сразу скажу что во время цветения орхидеи можно подкармливать потому что на цветение тратится очень много ресурсов и для того чтобы сохранить цветение чтобы появлялись вот эти боковые почки на цветоносов орхидеи необходимо кормить это вот главное правило которое я усвоила за свои много лет потому что орхидеи такая особенность что им нужно питание для того чтобы они во время цветения они также могут выпускать новые листья но могут выпускать новые боковые почки на цветоносов и при этом сохранять долгое красивое пышное цветение орхидеи я очень люблю и поэтому я с вами могу делиться большими наработками и так давайте начнем берем литр теплой воды старайтесь всегда брать воду отстойную если теплой отстойной воды нету то делаем холодную смешиваем с кипятком и так берем фолиевую кислоту вот одну таблеточку видите 1 миллиграмм растолките и и фолиевая кислота является огромным стимулятором и главное чтобы этот стимулятор работал надо как можно больше этой фолиевой кислоты то есть минималкой это один миллиграмм не 400 мкг как обычно принимают до в россии а вот от 1 до 5 миллиграмм также очень мощным стимулятором является алоэ я взяла ампулу экстракта алоэ его можно найти в аптеке в комментариях уже обсуждали что довольно сложно найти посмотрите в интернет аптеках я думаю его полно это достаточно мощный стимулятор как для людей так и для растений если его нет вы можете использовать листики алоэ 1 чайная ложечка экстракта вот тут жиденького выдавили и на 1 литр воды вот так вот наливаем то есть у нас там фолиевой кислоты до экстракт алоэ и берем янтарная кислота все эти три ингредиенты это просто мощнейший просто очень мощный стимулятор роста он активирует рост корневой системы янтарная кислота влияет на рост корневой системы влияет на образование новой листвы и активирует образование и рост боковых почек на цветоносах это проверено так сколько янтарной кислоты смотрите обычно надо один или два грамма янтарной кислоты вот так вот это выглядит меньше как правило не действует но и учтите что янтарная кислота не сразу растворяется воде поэтому подержите растворчик минут 30 а только потом используйте я хочу сказать что использовать данный раствор можно тремя способами и как вы знаете поливать орхидеи можно разными способами я вам покажу один но в целом я как правило использую погружение воду ну то есть на подон я подливаю воду и орхидея уже снизу сама питается я редко поливаю сверху ну вот видите у меня тут орхидейки стоят они мог сфагнум тут надо контролировать полив чтобы мог сфагнум не раздуло я держу специально но не еще просто маленькие и мог сфагнум задерживают воду и держит около двух недель влажным поэтому такие орхидейки можно не поливать поэтому я поливаю из ложечки уже крупные орхидеи я просто заливаю по пол литра в поддон и они у меня стоят в таком вот варианте таким раствором можно пользоваться если растение у вас уже давно вот не цвело листиков не выпускала раз в недельку поливать используйте свой полив который вы постоянно пользуетесь самое главное это в том чтобы корни у вас не гнили и каждый субстраст он у всех разный вот здесь вот орхидейки мхе там у меня есть еще я держу мне есть керамзит циолит большинство моих орхидей сейчас расположена в циолите сидят и в коре сосне кора сосны вот то есть все орхидеи растут у меня в разных системах я их тестирую проверяю и вот это вот малыши у меня совсем маленькие орхидейки я держу так потому что вот проще всего когда вот мох он держит воду а когда маленькая орхидейка стоит в коре она быстро высыхает и быстро портится ну не цветет практически если недостаточный полив и так поливать можно ну такой вот раствор можно использовать тремя способами это полив любым способом сверху снизу погружением как вам удобно также можно и я советую это делать берете ватные диски окунаете в этот раствор и протираете все листочки можно это делать один раз в месяц обязательно потому что через листья растение тоже питается протираем как сверху можно и снизу потому что основные устицы у орхидеи находится снизу листа и чтобы они были чистыми дышали то конечно лучше прыгну и вообще листья выглядят очень красивыми после такого раствора и вы сами заметите как орхидейка у вас преображается здоровеет если у вас растение болеет вот видно что это сортовые орхидеи да с желтыми листами то есть это не болезнь никакая просто сортовые я уже название вам не подскажу не помню у меня вот таких орхидеек всего две желтыми листами есть еще в крапинку очень красивые вот обязательно протираете листики также можно взять поляризатор опрыскиватель и опрыскивать этим раствором то есть выбирайте для себя самый лучший эффект который можете знаете чередовать сначала выпалили через недельку опрыскали еще через недельку протерли просто листики этим раствором этот раствор если вы делали с ампулами экстракта алоэ можно хранить до одного месяца если же делали с экстрактом алоэ то потом убираете в холодильник и тоже можно хранить ну примерно две-три недели смотрите чтоб не забродила все это тогда это все будет работать если же у вас орхидейки уже цветут то такими раствором можно пользоваться не чаще чем один раз в месяц потому что это достаточно мощный стимулятор роста и он активирует все процессы но можно сделать так я обычно запускаю все эти процессы сегодня например полила через семь дней опять полила и месяц не трогаю и потом опять вношу такое вот скажем так вызвать стресс от буйного удобрения очень работает очень эффективно всем вам рекомендую если вам понравилось видео поставьте лайк подписывайтесь на мой канал всем пока пока всегда с вами елена а